всем привет еще раз спасибо за то что пишите комментарии к этим моим монологом монологи превращается в диалог это приятно интересно и здорово и спасибо всем тем кто материально поддерживает канал это тоже очень даже приятно мне вот что я хочу сказать я хочу сказать что я всегда любил группу doors это одна из первых групп которые я услышал в своей жизни когда дедушка подарил мне магнитофон я учился в школе в каком-то классе типа 3 или 4 уже не помню какого и к магнитофону дедушка приложил катушку с лентой которую он у кого-то там записал у каких-то своих знакомых а дедушка у меня собирал пластинки в основном классическую эстрадную музыку но у него были знакомые которые собирали пластинки разные поэтому ему удалось записать в них группу doors как я потом выяснил дедушка не знал что это за музыка там был doors там был credence will and the poor boys фильм а дождь был 1 там да и что-то еще не помню то есть таким образом советский школьник мальчик лёша познакомился с группой doors самом нежном возрасте и мне группа doors понравилась тех пор я ее люблю я не могу сказать что я такой большой фанат этой музыки но она мне нравится а что значит группа нравится группа нравится когда нравится ее звук это касается абсолютно всех мы любим ту или иную группу за их самобытный узнаваемый оригинальный звук группа создает свое звучание и она либо приходится нам по сердцу либо не приходится есть исключение например группа the beatles которая меняла звук несколько раз общей общую палитру свою но тем не менее оставалась очень хорошей группой в основном же все таки все сидит на оригинальном звучании и в этой связи я хочу показать пластинку группы doors которую вы все знаете конечно вот эту самую the soft parade все в шестьдесят девятом году она вышла сейчас восьмом начали записывать и писали ее восемь месяцев очень трудная была запись длительная трудная проблемная и этот альбом он я не знаю так сказать я мальчик лёша полюбил бы группу doors если бы начал слушать с этого альбома и не полюбил бы сейчас я сказать это не могу потому что это единственный такой альбом у группы который совсем не похож по звуку на группу doors вообще ничего общего все остальные альбомы они там клейма негде ставить они все в одном звуке ну так или иначе там что-то добавляется что-то исчезает манера немножко меняется песни тоже разные но в принципе с любого места ставишь и узнаешь сразу все здесь же ситуация абсолютно другая совсем не похоже ни на что ни на один альбом группы doors эта запись не похожа ну здесь конечно приложил руку пол ротшилд продюсер который решил что пора двигаться вперед битлз уже играют такую сложную серьезную музыку с оркестрами с разными экзотическими инструментами да и вокруг группы doors тоже масса было музыкантов которые не люблю это слово экспериментировали а просто использовали и симфонические оркестры и струнные группы и духовые и все что угодно все что под рукой оказывалось все шло в дело и палитра расширялась конечно все становилось интересно люди слушали удивлялись тогда еще можно было кого-то удивить сейчас уже удивить не знаю чем можно настолько уже всего много настолько люди наслушанные настолько было вот этих самых проб и хождений в разные области музыкальные настолько много что удиви меня чем-нибудь находятся люди которые удивляют еще меньше и меньше в те же годы это просто было море разливанное смысле удивлений ну вот пол ротшильд настоял на расширении звучание расширение палитры и группе ничего не осталось как согласиться потому что продюсер есть продюсер продюсер говорит группа должна все-таки прислушиваться к нему кто бы что не говорил там лидер не лидер там всегда есть человек который говорит очень весомо поп-оп-оп-оп ротшильд таким и был ну это всем известно и благодаря вот этим переговорам палитра расширилась так что группа doors напрочь утратила свое собственное звучание здесь она пробивается фрагментарно в каждой песне есть фрагментики где пробивается оригинальное звучание группы doors в остальном же просто что-то невероятное я не скажу что это плохо это совсем неплохо это очень даже интересно и пластинка в принципе интересная я ее слушаю не так часто как все остальные пластинки группы которые я тоже слушаю не часто но тем не менее слушаю the soft parade немножко стоит особняком потому что если брать песню например предпоследнюю предпоследнюю который называется wishful sinful вот если ее так если абстрагироваться и просто слушать и так непредвзято что это такое ощущение такое что это сольник моррисона вообще группу doors там в принципе нет там играет оркестр сложная достаточно гармония непривычная не характерно для группы doors какая-то такая в сторону и страны эстрадной песни хорошие эстрадной песни там где-то на горизонте маячит фрэнк синатра но очень далеко очень далеко потому что все таки моррисона синатра это нельзя сказать что это им север и юг или вода и пламень огонь и камень совсем разные локалисты но манера сама фактура этой песни она какая-то такая американская такая вот эстрадная штучка ну поет моррисон понятно с этой оркестровкой замечательные все хорошо но где там doors я не знаю там только это сольная запись моррисона где-то там в европе сделанная американской песни что удивительно написал эту прелесть рубик ригер как и много-много чего здесь интересного причем самые сложные самые самые недорзовские песни написаны кригером так уж получилось ну моррисон по этому поводу говорил что я-то пишу песни очень простые в основанные на блюзе там 12 аккорда и 3 там где-то разрешение а кригер наворачивает всегда аккордовое построение невероятные какие-то вот здесь он навернул в полный рост и вот это полотно под названием wishful sinful но конечно да но выбивается я уже не говорю про заглавную песню собственно the soft parade которая 8 минут 40 секунд длится там уже дорза совсем нет хотя есть в самом начале где моррисон декламирует начало текста декламирует свои стихи а потом начинается какая-то странная история странная история и люди которые никогда не слышали фрэнка запу например раннего там конца 60-х начало 70-х они это проглотят просто с удивлением а люди которые слышали фрэнка запу скажут что это очень похоже на раннего фрэнка запу причем и сначала идет достаточно сложная мелодия которую поет моррисон ну ладно такая будем считать что это дорзовские дела а потом начинается совершенно заповские какие-то штуки причем и в гитаре тоже а то что в гитаре играется постепенно переходит уже в сторону каптана бифхарта даже там вот абсолютно я зуб даю что бифхартовские какие-то такие штуки идут но потом правда все возвращается опять в мелодию моррисона и можно передохнуть и понять что это все таки doors на самом деле но интересно опять я не скажу что это плохо интересно здорово я я и запу люблю и бифхарта люблю и группу love я люблю очень очень серьезной любовью группа love здесь у нас присутствует в песне номер два под названием touch me вторая песня очень похоже на начало альбома forever changes группы love очень похоже просто струнная группа духовые замысловатая мелодия хотя артур ли поет конечно гораздо нежнее в группе love чем моррисон но похоже никуда не деться сложно грандиозно помпезно в меру не в меру помпезно первая песня tell all the people там просто такой вот торжественное начало аля сержант пеппер просто пеппер просто здравствуй здравствуй битлз здравствуй сержант пеппер духовые вламывают а потом плавненько плавненько лирическая часть запевает моррисон ну кстати говоря харрисон заходил в студию когда записывался в один из дней в один из месяцев 8 когда записывался этот альбом и сказал что мы делали примерно то же самое когда писали сержанты как и группа doors но в общем две этих песни удивительных tell all people tell all the people и touch me они тоже написаны кригером с этими безумными аккордовыми наворотами с оркестровками оркестровки писал отдельный человек приносили эти оркестровки пробовали играли группе не нравилось оркестровки переделывались на коленках на ходу прямо и все равно и все равно очень много очень много оркестра очень много струнных очень много духовых все это прямо прет здравствуй сержант пеппер и здравствуй группа love особенно во второй песни touch me ну вот шаманс блюз третий номер он как-то возвращает нас в реальность песня написано моррисоном она простая достаточно начинается с глиссанда на клавишных какая-то такая оттональщина такая и понеслась блюзовая история моррисоновская уже уже похоже на doors хотя там много чего наверчина тоже гитара завоевает напоминает в целом напоминает какую-то шарманку вся эта такая эпопея блюзовая но шарманочные мотивы в doors они всегда были во всех альбомах они присутствуют недостаток материала ощущается конечно потому что песня номер четыре под названием дует которая начинается с хохота моррисона она не сложная по тексту да она такая многозначительная да please please listen to my children please please listen to my children и так далее абсолютно песни идиотская в хорошем смысле но заводная недаром начинается с ха-ха-ха следующий номер у нас easy right опять-таки моррисон по моему если ниши домой сам конечно написал это уже чистая шубе дуба просто такая развлекуха прекрасная гитара выделывает фокусы разнообразные у кригера очень интересно он там играет такие аккордовые построения слайдик включается и все в целом звучит очень завлекательно while child эта песня на мой взгляд она похожа очень на iron butterfly прямой гитарный риф достаточно тупой что для моррисона странно асу для кригера странно потому что он мастер выдумщик все-таки и очень оригинальный гитарист но тем не менее такой туповатый риф и вдруг прорывается как-то вот казалось бы на рифе сидишь на рифе и играем да да всю песню вдруг какой-то бридж странный в сторону фрэнка заппы опять какие-то там непонятные совершенно штуки но но пусть да так художник имеет право самовыражаться что ж такого ничего дальше идем ранен блю еще один номер кригера и здесь он превзошел себя опять-таки я не знаю тень франко заппы надо над этим альбомом просто она нависает потому что начинается за здравие а продолжается еще больше за здравие потому что вдруг какой-то кусочек кантри возникает банджи потом это все уходит продолжается песня и она абсолютно не структурирована она как-то состоит вся из кусочков и нет ниц цельности никакой ну как бы и и ладно нет и нет такая фантазия автора ну все получилось ну дальше вот это wishful sinful эстрадный выход джима моррисона с оркестром красиво задорно и лирично девушкам должно понравиться хотя альбом не понравился когда он вышел не критиком не девушкам не юношам потому что совершенно изменился звук люди ждали новый альбом doors а получили вот этот самый the soft parade непонятно какой группы сыгранные непонятно кем придуманы и кем написаны потому что и материал не похож ни на что из предыдущего и и оркестровки и все это странно и группа love рядом тоже существует играет все эти оркестровки но там понятно артур ли он безумец он от альбома к альбому все менял те уже привыкли что каждая пластинка love звучит по-другому а door все-таки накатали уже альбомов уже собрали свой звук и вдруг такое изменение но интересно здорово интересность фантазии творчески музыкально и разнообразно поэтому удиви меня один не один из принципов искусства хорошего но это для меня я так считаю искусство должно удивлять будоражить будет эмоции вот эта штука она будет эмоции будоражит и удивляет так что за нее я и выпью сейчас пойду обязательно пока пока